Доброе утро, дорогие телезрители! Продолжается прямой эфир программы Добрый Ранец Беларуи. Сегодня четверг, 25 октября. Беларуськие ученые провели ряд исследований о влиянии на организм человека пальмового масла. Это продукт растительного происхождения, который, как считается, близок по воздействию к животному маслу. Вредный холестерин, все о нем слышали. Холестериновые бляшки, нарушение работы короносно-сосудистой системы, со всеми вытекающими последствиями. Так вот, этих вредных жиров в пальмовом масле 50% много. Например, в оливках всего лишь 10. Поэтому, естественно, от большого употребления такого количества масла стоит отказаться. Вот есть еще такая информация, я не знаю, насколько она достоверна, но ты нам сейчас расскажешь, что пальмовое масло из организма человека не вывозится, оно где-то отсюда. Как и любые жиры, да. Оно должно расщепиться на глицерин и полезные жиры. Поэтому масло должно быть максимально полезным. Еще где-то лет 15 назад СМС рекомендовала уменьшить количество пальмового масла и поставила его в один список наряду с салом, бараньим жиром, говяжьим жиром. То есть употреблять его нужно в маленьких-маленьких сырах. Но на упаковке сейчас ты нигде не найдешь практически пальмовое масло. Там все что угодно будет написано. Е, растительные жиры. Как понять, что это оно? Ну, конечно же, понять по продукту. То есть даже можно не читать мелким шрифтом, что там написано, потому что действительно производители зачастую очень сильно маскировывают, напишут и английскими, и мелкими. Так что не разберешься, даже знаешь, человек не поймет. Поэтому если мы берем продукт фри или глазурь, или что-нибудь с жировой начинкой, или печенье, конфеты и все остальное, наверняка там пальмовое масло есть. Потому что если вдруг его нет, то производитель всегда об этом громко кричит. И на упаковке пишет огромными гигантскими буквами без пальмового масла. Вот так. Почему пищевая промышленность так полюбила пальмовое масло? Полюбила по одной простой причине, что такое масло обладает высокой степенью, возможностью сохранять продукт в долго, свежем, и храниться он может фактически бесконечно. Печенька хранится долго, сушка хранится бесконечно долго. Даже в сушках бывает? Сушка, даже там она есть бесконечно долго и много. Конечно, сами по себе эти продукты к диетологическим отнести сложно, они сами по себе вызывают избыточный вес, нарушение обменных процессов и так далее. Хорошо. А вот что делать с кокосовым маслом? Кокосовое масло тоже много таких кривотолков. Единственный такой, основной его плюс в том, что температура плавления у него очень низкая, поэтому если мы что-то на нем жарим и готовим, то не образуются канцерогены, так называемые онко, которые могут способствовать их развитию. Поэтому если человек любит масло по вкусу, потому что оно все-таки очень специфическое по вкусу и по запаху, то в рационе его можно использовать. Ой, замечательно. В общем, друзья, вы поняли, что нужно делать. Нужно внимательно читать этикетки, как можно меньше употреблять пищу пальмового масла, и тогда будете красивы, здоровы и стройны. Марта, спасибо большое. Спасибо. Всегда очень приятно тебя видеть. Ну что ж, дорогие друзья, наш эфир продолжается. Продолжение следует...